13-й национальный конгресс терапевтов состоялся в Москве. Этот конгресс – главное ежегодное мероприятие Российского научно-медицинского общества терапевтов. В прошлом году он собрал 7,5 тысяч участников. Это форум, который имеет очень большую и хорошую традицию. Он принципиально отличается от форумов, которые посвящены конкретным специалистам. Придя на этот форум, терапевт может посмотреть по программе и сориентироваться по тем проблемам, которые он считает для себя на сегодняшний день с учетом патологий больных, которых он ведет, наиболее важными. Прийти, посмотреть, послушать, поговорить с ведущими специалистами по той или иной проблеме, задать вопросы не только общие, но очень часто у нас задают вопросы по конкретным больным. Я считаю, что это очень хорошая форма общения, форма, которая помогает действительно нам, в более высоком уровне, проводить лечебную работу. Каждый год общество старается приурочить свои мероприятия к юбилею одного из учителей нынешнего поколения терапевтов. 2018 год – год 120-летия Иосифа Абрамовича Кассирского. Сам факт, связанный с юбилеем академика Кассирского, это уже само по себе чрезвычайно важно, потому что Иосиф Абрамович Кассирский, вот как я его вспоминаю, он был очень близкий друг к Александру Насонову, действительно абсолютно великий человек, с одной стороны великий терапевт, с другой стороны это основоположник гематологии клинической в нашей стране. И вот если на это посмотреть глазами учителей, то этот конгресс очень хорошо сочетает разные аспекты. С одной стороны, конечно, это терапия. Это терапия, где надо представить современную медицину XXI века, ну в простом как бы виде, чтобы врачи могли и в общей практике использовать. С другой стороны, круг вопросов чрезвычайно широк. Я чрезвычайно горд, что очень достойно представлены ревматологии. В первую очередь в связи с проблемой боли, распространенных заболеваний, остеоартрита, болей в спине. Поэтому я горжусь тем, что наша специальность является важным компонентом современной терапии. В ходе конгресса состоялось утверждение национальных клинических рекомендаций, а также был представлен новый проект, связанный с принятием врачебных решений. Это очень интересная рекомендация. Вот я буду представлять, например, моя команда, две национальные клинические рекомендации. Я надеюсь, что утвердят, потому что они давно уже висят на сайте. Второй момент проект «Консилиум» – это впервые созданная система экспертной поддержки принятия врачебных решений при коморбитных состояниях. Проект уже работает на сайте Общества врачей России и будет сейчас на сайте Общества терапевтов. Любой человек может воспользоваться поддержкой экспертов. Вот большая работа, трехлетняя, она по сути дела завершена. Знаковым для нашего канала и издательства «Медиасфера» событиям Конгресса стало появление на выставке периодических изданий первого номера нового терапевтического журнала. Мне понравился, я впервые увидел номер журнала, который вышел на НОЦере, который рождался в муку, в том числе и при моем участии. Ну, в общем, мне он понравился, потому что всегда вот новорожденный, ну, очень хорошо выглядит, а здесь, в общем, все достаточно достойно. Первый выпуск журнала «Нон НОЦере» посвящен кардиологии. Все моменты важные для практического врача терапевтической специальности мы постарались с ним учесть. В рамках Конгресса терапевтов уже третий раз прошел медицинский квест. В этом году он назывался «Россия медицинская». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова